I feel I'm not what you might call a worthy christian after all And though I love you so, temptation finds its way to me Teach me to trust in you with all of my heart I love you, I'm your author Asulhan, and today we have Age of the Stage, or more, Harvoy Emerger, a musician and a teacher by vocalist from Croatia. I'm sorry to interrupt for pause, but without any of this, I don't have a chance to see you. Imagine that most of the songs of Dimash are orchestrated. He, in a sense, is a classic singer, but he can sing in many genres. He's everywhere, where you look at it. A singer, who can be surprised. I want to remind you that he watched my reaction. I can't be happy. I can't wait. Nочь исчезает до утра Вау. Эти низкие ноты. И с тобой два беглеца. И то, как это произнесено на русском языке. Упыкаем от себя. Прекрасный контроль. Я слышу шорох и шаги. Не слышу шорох и шаги. Не слышу шорох и шаги. Не слышу шорох вопреки. Он тут поёт типа шёпотом. Вот таким образом он тут поёт. Очень низко. Красиво. Чётко. Чётко. Чисто визуально и не скажешь, что это он поёт. Потому что слишком низко. И это звучит так мощно. А он там поёт не напрягаясь. Вообще без каких-либо усилий. Да, когда поёшь низко, там не особо-то и нужно напрягаться. Но всё равно. Это так ровно. Он не сгущает тут краски. Он поёт очень ровно и гармонично. Кое-где проскакивает вибрато. Но это почти как слушать игру на виолончели. Или на контрабасе. Очень славно. С привыканием. Потрясающе. Я хочу дождаться момента, чтобы сказать вам кое о чём. Мы к чему-то подходим. Ладно. Я думаю, мы подходим к припеву. Но перед этим вы могли заметить эффект приближения. Это то, что вы слышите, когда вы записываетесь на студии. Я буду говорить что-нибудь? И этот эффект произойдёт, когда я буду приближаться к микрофону. Когда вы слишком близко к микрофону, то случается что-то типа ASMR. Когда вы слышите, что каждый звук очень сглаженный. Если вы взгляните на ваш голос на эквалайзере, то заметите, что он на уровень ниже. То есть получается более глубокая частота. Вот как это звучит. Я просто говорю что-то и наклоняюсь ближе к микрофону. Вы можете услышать, что это звучит почти как… Это начинает звучать немного расплывчато. Голос становится более глубоким. Становится больше низких частот. Но потом я отдаляюсь, и всё возвращается в норму. Вы слышите нормальное звучание. Вы слышите средние частоты. Это, конечно, не тайна века. Но, к сожалению, я знаю много певцов, которые не используют микрофон надлежащим образом. Димаш не один из них. Вы видели его миллионы раз, когда он вертел свой микрофон вот так. И это не для того, чтобы повыделываться, а для того, чтобы показать всем, что он поёт это вживую. И это не фанера. Потому что, когда люди слушают его, они поражены настолько, что не могут поверить, что всё это поёт один человек. Они начинают думать, что эти звуки исходят не от него. И что это фонограмма. Но я без капли сомнения могу сказать, что это не так. Только не Димаш. Я видел, как многие великие артисты делают вот так. Они могут себе это позволить, если у них слишком плотный график. А некоторые просто реально не могут так петь вживую. Они записывают это на студии. Потом прокачивают свой голос. Добавляют эффекты и корректируют высоту тона. Но Димашу это просто не нужно. Ему только нужен хороший микрофон. И человек, который будет балансировать его вокал, хотя какой там, ему-то и микрофон, по сути, не нужен. Но он использует его и делает это очень умно. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, как он использует микрофон конкретно в этой песне. Особенно, когда он очень близко к микрофону, и мы слышим этот эффект приближения. Понаблюдайте за этими моментами. Вы можете увидеть это в самом начале песни. Тут такой ровный фальцет. Но у него очень темный тембр, который он получает из-за того, что ближе подносит микрофон. И мелодия такая замысловатая. Там есть эти минорные интервалы. Не самая легкая мелодия, чтобы спеть. Она не такая быстрая, но тут тоже надо неслабо заморочиться. Тут он добавляет больше мощи. Свой смешанный голос. И это уже не фальцет. Да и этот фальцет в начале не был до конца фальцетом. Мне нравятся эти крики. Короткие, но мощные. Здесь вы можете услышать эти интервалы. Вот здесь. Время от времени. Смотрите, как он отдалил от себя микрофон. Ну невозможно не похвалить его за то, как он работает с микрофоном. Вы можете быть лучшим певцом в мире, но если бы вы не отодвинули от себя микрофон, звукорежиссер точно бы так о вас не подумал. Это было бы слишком громко. И там звук получился бы искаженным, потому что звук прошел бы через ограничители, и это разрушило бы реальное звучание его голоса. Но Димаш является профессионалом в своем деле. Он знает, насколько точно нужно отодвинуть микрофон, потому что он знает, как громко ему тут нужно спеть. Это лишний раз говорит о том, как тщательно он готовится к каждому своему выступлению. Как же это прекрасно! Это звучание. Как будто, я не знаю, будто что-то израильское, что-то такое восточное. Очевидно, что он имитирует. Звучание инструментов позади него. Да, это скрипка. عل акцент Станинграды. Это можно положить сам. О-о-о-о-о,olutely. А это по всей видимости Вокальный эквивалент великолепного гитарного соло Димаш тут прям рок-звезда Опять эти коротенькие, фальцетные Стокката головным голосом Ну блин, он же просто совершенство Мне нравится этот момент Он шикает народу Потому что песня еще не закончилась И это показывает, насколько он великолепен Димаш это невероятный певец Который думает не только о себе Он очень скромный парень Он не хотел, чтобы аудитория заглушила Оставшуюся часть песни аплодисментами Он хотел, чтобы все дослушали Игру на пианино от Игоря Крутого А Игорь это тот человек Который стоит за всеми этими песнями Просто задумайтесь об этом Давайте поговорим о каком-нибудь потрясающем гитаристе Джон Мэйер один из них Джимми Хендрикс Есть много выдающихся гитаристов Брайан Мэй и Скуин Но многие из этих гитаристов Из этих солистов Не были бы так знамениты Если бы не авторы их песен Кто-то, возможно, пишет музыку сам Иногда авторы песен поют сами В нашем случае Димаш великий и могучий Но он не был бы так популярен, если бы не потрясающие аранжировки Чудесные мелодии и композиторский талант Игоря Крутого В этом Игорь реально крутой Он знает вокальные возможности Димаша лучше, чем кто-либо Он точно знает, как он может петь Знает его сильные стороны И потом он буквально подстраивает песню под Димаша Это всё равно, что папа, который заботится о своём сыночке Это такое удовольствие Слушать и видеть их вдвоём на одной сцене Создающих красивую музыку Которая просто космос Всем спасибо за внимание Подписываемся на Эйча Подписываемся на наш Телеграм Всех люблю Всех обнял Пока Субтитры сделал DimaTorzok